Крым на грани коронавирусной катастрофы, трагедия на Прикарпатии, новая жизнь переселенцев. Об этом и не только в итоговом выпуске новостей. В студии Анна Ниченко. Добрый вечер. Первая смерть от дельта-штамма в Украине. В Киеве умер пациент, инфицированный более агрессивным, так называемым индийским вариантом коронавируса. Кроме умершего в столичной Александровской больнице еще пятеро пациентов с подтвержденным дельта-штаммом. И почти все они недавно вернулись из России, которую накрыла волна коронавируса. В связи с этим Украина ужесточает правила въезда в страну. Кроме того, Кабмин обновил план закупки вакцин от коронавируса. Обещают до конца года еще 47 миллионов доз. Все подробности у Светланы Сыч. Свежий отрицательный ПЦР-тест на COVID-19, полный курс вакцинации. Такие правила въезда в Украину начнут действовать уже на следующей неделе. Иначе придется уйти на самоизоляцию. Иностранцы всегда должны иметь отрицательный результат теста, страховой полис. А также в случае отсутствия полного курса вакцинации у иностранца или хотя бы одной прививки у гражданина Украины, при пересечении границы будет предложено установить приложение «Дома». Это приложение начнет контролировать самоизоляцию через 72 часа. Если за это время человек не получит отрицательный результат теста, уже на территории нашего государства. В первую очередь будут контролировать тех, кто вернулся из России или Индии. Если они провели последние 7 дней до пересечения украинской границы в этих странах, они будут подлежать обязательной самоизоляции или обсервации в течение 14 дней без возможности досрочного ее прекращения. Изменили также правила для красных зон карантина. В частности, это касается работы школ. Уходить на дистанционку будет необязательно. То есть, попадание или в желтую, оранжевую или красный уровень эпидемической опасности. Для того, чтобы заведение продолжило работу, ему необходимо иметь как минимум 80% полностью вакцинированных сотрудников этого заведения. И вакцин будет более чем достаточно, обещают в правительстве. До конца года в Украину прибудет почти полсотни миллионов доз. До конца года Украина получит более 47 миллионов доз вакцины от разных производителей. Привезут 20 миллионов доз вакцины от компании Pfizer. Этого количества вакцин будет достаточно, чтобы выполнить задачи по полной вакцинации большей части взрослого населения Украины уже в 2021 году. По оценкам экспертов, этого количества хватит, чтобы вакцинировать 50% населения. Мы понимаем, что к этим 3-7 миллионов украинцев еще добавится 20 миллионов. Это уже будет достаточно большое количество населения. Если говорить про международный опыт, там где как раз есть распространенный штамм Дельта, то там, например, Викобритания, у 96% людей, которые заболели, то если они были вакцинированы, у них вообще не было сложной формы заболеваемости. То есть, только у 4% была сложная форма. Уже сегодня Эстония отправила Украине более 50 тысяч доз Астразенека. Еще 130 тысяч в ближайшее время нам передаст Литва. Светлана Сыч, Новости Украины. А вот оккупированный Крым оказался на грани коронавирусной катастрофы. Этого уже не скрывают даже самопровозглашенные власти. А они традиционно занижают показатели заболеваемости в разы. По данным оккупационных администраций, в крымских больницах осталось лишь 13% свободных коек для пациентов с ковид. При этом крымчан с пневмонией сейчас в три раза больше, чем летом прошлого года. При этом переполненные больницы еще не повод отказаться от ночных гуляний, решили незаконные власти Крыма и анонсировали отмену ограничений на работу заведения общепита после 23 часов. Возвращение временно неподконтрольных Украине территорий зависит от желания Кремля это сделать и поддержки наших европейских партнеров. Об этом заявил президент Владимир Зеленский, отвечая на вопрос шеф-редактора телеканалов Дома ЮйТВ Алексея Мацуки на форуме «Украина-30. Децентрализация». У меня вопрос относительно изменений в Конституции, которые анонсированы осенью по децентрализации. Очевидно, что этот процесс запущен. Я имею в виду стартовал. Но как вы думаете, будет ли влияние децентрализации реформы на урегулирование ситуации на Востоке? По вопросу Донбасса это не местный вопрос. Я считаю центральной власти. Это вопрос Украины и всех украинцев. Я считаю, это не очень зависит, скажу вам честно, от реформы децентрализации. Потому что мы понимаем, что вопрос возвращения Донбасса и вопрос тишины на Донбассе, и вопрос сохранения людей, и вопрос уменьшения выстрелов, вопрос обмена. Все-все вопросы, которые все уже понимают в Украине, вне зависимости от того, как они прописаны в Минске. Мы все их понимаем. Все эти вопросы, прежде всего, я считаю, на сегодня зависят от желания Российской Федерации. И давление, и помощь, и поддержки наших европейских партнеров-участников Нормандской четверки. Расширение полномочий местной власти – особая ответственность перед местными жителями и всей Украиной. Об этом заявил президент Владимир Зеленский во время открытия форума «Украина-30. Децентрализация». Как живут громады, которые смогли максимально использовать новые возможности? И почему именно эта реформа считается одной из самых успешных в Украине, расскажет Юлия Крючкова. Буквально несколько лет назад Бобрица в Киевской области был обычным селом с плохими дорогами, мусором на улицах и сорняками на центральной площади. Но ситуация изменилась. Предприниматель Роман Иваненко, экономист по образованию, предложил план развития села. Говорит, благодаря реформе децентрализации местный бюджет вырос в разы. Они уже смогли реализовать десятки проектов, о которых раньше только мечтали. Мы полностью профинансировали строительство нескольких скверов. Мы профинансировали всю проектную документацию. По памп-треку, по велодорожкам мы полностью самостоятельно профинансировали. Вы видели там обновленные остановки, остановочные комплексы. Полностью площадь профинансировали, ярмарочную. Частично профинансировать работы по асфальтированию. Сейчас бобрицы, хорошие дороги, освещение, современные детские площадки и уютные парки. Местные жители называют свое село сказочным. Асфальт положили везде. Асфальт положили везде, порядок везде нормально. Нравится в селе, никуда не иду из села. Своё есть своё. Куда не иду из села, своё есть своё. Дивите, дороги у нас хорошие. Смотрите, дороги у нас хорошие. Освещение, станции, садик сейчас будут строить, школу. Очень много община здесь делает хорошего. В селе кипит культурная жизнь. Недавно здесь провели кинофестиваль, на который съехалось 4000 гостей. Построили два отеля, облагораживают пляжи на местном озере. Есть в бобрице даже конный клуб. Его владелец, киевлянин Максим Гордиенко, говорит, после реформы децентрализации активные жители села могут воплощать свои идеи в жизнь. Чем нравится бобрица, что здесь очень прогрессивные люди хозяйничают за счёт того, что они по-хозяйски распоряжаются этими деньгами. Есть этот прогресс. Они дают людям свой толчок, своё вдохновение, чтобы к общине присоединялось всё больше и больше людей. Реформа децентрализации – одна из самых успешных в Украине. Об этом во время форума «Украина-30» заявил президент Владимир Зеленский. Территориальные общины получили не только полномочия, но и финансовую базу для реализации этих полномочий. Сегодня уже почти завершился процесс передачи земли коммунальной собственности именно общинам. Это миллионы гектаров и десятки тысяч объектов. Министр развития общины территории Украины Алексей Чернышов говорит, благодаря децентрализации местные власти стали активнее привлекать инвесторов и помогать развитию бизнеса на местах. Ведь теперь это приносит ещё больше выгод для громады. Задача развивать экономику, развивать региональную экономику на уровне областей, на уровне громад. И здесь важнейшим аспектом является вопрос привлечения капитала, привлечения инвестиций, создания дополнительных рабочих мест. Именно это создаст предпосылки для того, чтобы украинцы оставались в стране, жили дома и работали, получали достойную заработную плату. Для успешного завершения реформы децентрализации необходимо принять ещё несколько законопроектов, которые касаются деятельности органов местного самоуправления. Они уже готовы к рассмотрению в парламенте. Юлия Крючкова, Светлана Сыч, Сергей Савчук. Новости Украины. Регулярно и бесплатно таким будет подвоз украинцев к пунктам въезда-выезда на Донбассе и на админгранице с оккупированным Крымом. Об этом эксклюзивно нашему телеканалу рассказал вице-премьер-министр Украины, министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Украины Алексей Резников. Решение о введении таких перевозок приняли на сегодняшнем заседании правительства. Мы сможем провести тендерные закупки и обеспечить транспортный сервис для людей, которые от точки ноль, назовём её так, когда пересекают КПВВ, если они идут с территории сегодня оккупированной на вольную часть Украины или туда возвращаются обратно, то расстояние между режимной зоной и вот этой точкой ноль, они проходят пешком. Для пожилых людей, а их чаще всего большее количество пересекает КПВВ, это тяжело, особенно в жару или особенно в мороз. Поэтому мы обеспечим им простую вещь – транспорт, мини такой шаттл, который будет курсировать туда-назад и их подвозить с вещами и так далее. Мирные жители временно неподконтрольных Украины территорий Луганской области получают воду по часам, а в некоторых населённых пунктах и вовсе по один-два раза в неделю. Почему оккупационные администрации ограничили подачу питьевой воды и к каким последствиям это может привести, выясняла Юлия Грановская. Ситуация с водообеспечением на неподконтрольных Украине территориях Луганской области критическая, особенно с декабря 2019 года. По информации интернет-ресурсов оккупационных властей в городе Кировск, а также сёлах Голубовская и Донецкая, подача воды осуществляется раз в неделю, а Волчевский – через день. Ситуация там сложная, она сложная, потому что там нет органов государственной власти. Мы понимаем, что оккупационные администрации не желают обеспечивать благополучие украинских граждан. Люди вынуждены собирать дождевую воду, устанавливать насосы. В то же время дачников, которые берут воду из водохранилищ, штрафуют, дополняет правозащитник Павел Лисянский. Причин для перебоев с водоснабжением несколько. В первую очередь, это то, что пациентные администрации нарушили процесс откачки воды из шахт, что, в свою очередь, сыграло негативную роль для наполнения водой из купственных водоемов на территории Орло. Орло, да, и, соответственно, эти водоемы использовались в том числе для того, чтобы наполнять, скажем, там, вот Исаковское водохранилище, другие источники воды. И они сейчас начали мельчать. Вторая причина – увеличение добычи угля. Они добывают уголь открытым способом. Постоянно вот они, как это, разрывают поверхность земли, нарушается тектоника. И таким образом, ну, просто вот, ну, тектоника нарушилась, и, соответственно, восточные воды, вот, и воды, которые в грунте находятся, там нарушаются эти процессы, и вот речки там или небольшие какие-то вот водоемы, они начинают уходить под землю. Потому что тектоника нарушается, по идее, ее необходимо постоянно рекультивировать. Подтопление шахт может привести к радиационному загрязнению грунтовых вод Донбасса. Ранее эти процессы тщательно контролировались украинскими властями. В Государственной областной администрации Луганской области утверждают, готовы продолжать снабжать водой своих граждан на неподконтрольных Украине территориях. Из-за такой очень засушливой, сухой погоды, высокой температуры воды на неподконтрольной территории все меньше и меньше. Оккупационные власти, они жестко ограничили подачу воды людям. То бишь, это пару часов в день. С водой колоссальная проблема. И тем не менее, они пытаются оспаривать наши тарифы, оспаривать суммы, потому что там задолженность большая, порядка 170 миллионов гривен. Они пытаются оспаривать и эту сумму. Еще одна проблема – изношенность коммуникаций. Только в отличие от оккупационных властей, в Украине этот вопрос уже решают. Мы получили бесплатный кредит на значительный промежуток времени для того, чтобы восстановить крупнейшие сети Луганской области. Это Попаснянский районный водоканал, который обеспечивает водой несколько районов Луганской области. В рамках такой работы целый город Лисичанск будет подключен к новым сетям водообеспечения. Проект начнут реализовывать уже в начале 2022 года. Также есть договоренности с Красным Крестом на сумму 6 миллионов гривен об обеспечении питьевой водой жителей сел и поселков вблизи линии соприкосновения. Реконструкция сетей начнется уже в этом году. Однако ситуация на неподконтрольных территориях Луганской области остается критической. По прогнозам специалистов, города могут остаться без воды. А что еще хуже, ситуация приведет к экологической катастрофе. Юлия Грановская, Новости Украины. Большой агонии, смертоносные ливни, в мире бушует стихия. Пока в Турции и Греции пытаются укротить масштабные пожары, высокая вода забирает жизни в Пакистане. О последствиях природных катаклизмов в мире Николай Цитарков расскажет. Бушуют пожары в туристическом регионе Анталии. Пламя вспыхнуло в лесной зоне недалеко от туристического городка Манавгат. За несколько часов огонь подступил к жилым домам. Власти эвакуировали четыре городских квартала. Пожар тушат с помощью авиации. Однако пока безрезультатно. Пострадали как минимум 53 жителя. Накануне жители нескольких регионов к северу от Афин получили на телефоны СМС успешной эвакуации. Масштабный пожар начался в 30 километрах от Афин. В борьбе с огнем участвовали 310 пожарных, 8 самолетов и 15 вертолетов. Это был очень сложный пожар. Тушить его сильно мешал ветер, в результате чего очаги быстро перемещались на нескольких фронтах. Наши пожарные вели храбрую битву и смогли спасти драгоценные жизни и имущество наших сограждан. Пока спасатели ведут борьбу с огненной стихией в Европе, во многих регионах Азии вводят чрезвычайное положение из-за муссонных ливней. За несколько часов уровень воды в столице Пакистана поднялся до трех метров. Это в полтора раза больше среднемесячной нормы для Исламабада. Мощный поток сносил машины вместе с людьми внутри, крушил столбы и даже здания. Власти сообщают о гибели по меньшей мере двух человек. Однако их может оказаться намного больше. Удар стихии пришелся и по крупнейшему в мире лагерю беженцев, где нашли приют более одного миллиона мусульман Рахинджа из соседней Мьянмы. По меньшей мере шестеро беженцев погибли в результате оползня и наводнения, вызванного проливными дождями. По данным ООН, без крыши над головой остались пять тысяч человек. Николай Старков, Новости Украины. Разрушенные дома, мечты и судьбы. Семь лет назад уроженке поселка Болбасовка Донецкой области Юлии Корничук пришлось бежать от обстрелов. Сначала в Краматорск, а затем в Киев, чтобы начать здесь жизнь с нуля и найти свое призвание. Ее история в новом материале нашего цикла «Украина. Мой дом». Я бы больше сказала, это слово «дом». Вспоминая о доме, Юлия не может сдержать слез. Слово «дом» вызывает особые эмоции, потому что ты понимаешь, что ты, ну, по сути, не будешь так, как было. Вот. И ходишь за это, потому что там-то дом остался. И все эти воспоминания там, ну. Девушка родом из поселка Болбасовка в 2014-м бежала от обстрелов из Славянска в Краматорск. Мы ехали с Славянска, с конференции, и пересекали как раз мост перед Черевковкой. И там было вот это вот шины, люди одетые в зеленые, в черные. Мы вообще ничего не поняли, если честно. Мы сначала испугались, но нас, в принципе, пропустили. Это был такой блокпост, они сделали первый вообще на Востоке, который был. Но и в Краматорске жить спокойно не получилось. Мечты закончить учебу, жить и работать здесь рухнули окончательно. На улице уже было просто, начали ездить уже БТР, причем такими колоннами. Потом это стало немножко уже, поняли, как повседневной жизнью, и ты начал привыкать. И только ты потом слышал, что там у тебя друг ногу оторвало, там он на мину, ну, как бы они наехали машиной, да. Потом там то, потом то, потом там взорвались. Жить в постоянном страхе Юлия больше не могла. Уехала в Киев. Я за два часа собрала вот такую маленькую сумку вещей и, в принципе, уехала. Только через год девушка пришла в себя. Жизнь не будет такой же, во-первых, что все о том, что было, нужно об этом просто забыть. Потому что, ну, все, уже все поменялось, как бы, да. И все, я поняла, что нужно брать себя здесь в руки. Сначала раздавала листовки, потом работала фитнес-тренером, затем в ювелирной компании. Однажды раскрыла в себе другой потенциал. Четыре года назад муж моей сестры решил подарить машину ей. Вот это был сюрприз для нее. И он сказал, я дарю машину, но уже бантом я не смогу заняться. Могла бы ли ты найти в интернете. И я решила, попробую я его сделать сама. У меня была знакомая девчонка, которая была дизайнером. И я увидела у нее вот этот материал большой. И я подумала, попробую сделать. И сделала бант, произвел впечатление на всех. Сразу же появились первые клиенты. Сейчас Юлия принимает заказы из разных городов. Смеется, не делала бант, только для яхты. Но и на этом не остановилась. Решила делать съедобные букеты из шоколада. Чаще всего, какие цветы делаете? Вот, допустим, здесь я вижу пионы. Это что? Вот этот белый цветочек? Мы их называем по-разному, если честно. У нас есть, мы их сами прозвали, это у нас яблонька. Это у нас пион, это у нас сложный пион. Путешествие, благотворительность, работа, мечты открыть собственный магазинчик. Жизнь девушки, бежавшей 7 лет назад от обстрелов, сейчас вновь наполнилась яркими красками. Осталось лишь одно несбывшееся пока желание. Однажды услышать новость, что ее родной Донбасс вновь свободен. Юлия Аграновская, Юрий Шульга, Новости Украины. В этом выпуске «Ставим точку», уже готовим следующее. Тем временем заходите на наши страницы в социальных сетях. Узнавайте о главном в удобное для вас время. До встречи в эфире. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова